Друзья, всем привет! Продолжаю свой влог. Вы у меня просите обычные, чтобы я вернулась к обычным влогам своим, таким, наверное, домашним, я не знаю. И я, наверное, решила это сделать. Сейчас я, конечно, в состоянии не фонтан, я заболела, и болею уже неделю, и у меня вирусная, и мне колеса не помогают. И сейчас я еду на почту. Я с температурой еду на почту. Ну, я буду вот так вот делать, чтобы никого не заразить. Почему я еду на почту? Потому что, наконец-то, пришла моя посылка. То есть как, моя посылка давно пришла? Какая посылка, вы тоже не знаете. Или знаете. Кто меня смотрит, и не только меня вообще. Мы обмениваемся мамами-блогерами. У нас самый новогодний обмен посылками. Поэтому мы, естественно, вот уже запустили этот проект. Он уже идет, уже девчонки выкладывают видео. Моя посылка пришла 5 дней назад, но я в таком состоянии никак не могла ее забрать. А сейчас понимаю, что если я сейчас не заберу, то потом выходные и опять не заберу. Поэтому еду больная. Но ничего страшного. Мне тут недалеко. Вот. И еще заодно заскочу на новую почту. Мне пришла с Китая, с Алиэкспресс. Тоже посылка. Я заказала парку. И вот думаю, какая она придет, в каком качестве. Если в хорошем качестве, то обязательно вам ее покажу и дам ссылку. Потому что, ну, как бы, по цене гораздо приятнее, нежели то, что есть сейчас в магазинах. Сейчас, секунду. Мне надо раз закрыть. Кстати, наша морозильная камера. Я морожу тут все-все-все овощи, фрукты и наша коляска. Я пытаюсь ее, надо ее помыть и продать. У нас вот эта коляска, к ней еще идет автокресло и еще шлюлька. Вот. Поэтому, если вдруг кому-то надо и кто-то с Украины, желательно с Киева, чтобы приехали и посмотрели на нее. Она, в принципе, в нормальном состоянии и коляска неплохая. Только мне надо ее помыть. Вот. Но мыть надо было, наверное, все-таки, когда было лето. Но я чуть не думала, что я буду ее продавать. Оказалось, что буду. Так. И еще хотела вам показать. У меня девочки спрашивали в... Кто-то из девочек, кто-то хочет тоже снимать видео и спрашивали... Сейчас закрою. Гараж. Спрашивали, на что я снимаю... На что я снимаю в машине. Сейчас я покажу, на что я снимаю. Вот. На что я снимаю. Вот такая вот... Она крепится к... Крепится к стеклу, к зеркалу и... Ну вот можно, да, посмотреть. Видите? Ты как клепишь. Ну и не буду отлеплять. Вот. И можно тут вот регулировать. Право-влево. И вот на нее я снимаю видео, когда я в автомобиле. И сейчас на нее же хочу или купить дополнительную, или... Не знаю, сейчас гляну. Хочу сделать тоже тематику бьюти. Я, кстати, у вас спрашивала. Еще раз спрашиваю. Хочу открыть второй канал по теме именно макияжа. Но вот не знаю. Может быть, на этот канал и не париться с двумя. Или на отдельный. Как вы считаете? Обязательно мне скажите. Потому что я не знаю. Стоит, не стоит. Потому что девчонки... Они ко мне машут. Вот. С окошкой. Деток оставила. Сейчас обед. Обед! Аааа! Почта! Она же закроется! Все! Я попозже расскажу. Сейчас была на новой почте и забрала свою посылку интернациональную с Алиэкспресс. Я заказала платье и... Что я еще заказала? Платье заказала и еще что-то. А, и сумочку. Во! Эта сумочка пришла. Думаю, что я заказала? И парка должна прийти. Я что-то думала, что это парка. Нифига. Это сумочка. Я вам покажу дома сумку. Какая она, в каком качестве. Я не помню, сколько она стоит. Надо будет глянуть. О, как мне холодно! Сейчас я разговариваю, а нельзя. Потому что воздух холодный. Поэтому я закругляюсь и включусь попозже. Как же замерзнет. Прям очень. Мне даже разговаривать сложно. Я отрываю. Я уже открываю. Мне не терпится. Я решила до дома не ждать. Сейчас глянем, что тут за качество. Ну, упакована нормально. Сейчас. Я заказала такого пудрового розового цвета. Потому что этот цвет, он под многое подходит. И он актуален как зимой, так и в другие сезоны. Ну, на фотографии, по-моему, она была совсем другая. Кстати, очень хорошо. Это плюс. Видите? Чтобы она форму не теряла. Так. С кисточкой. Я еще не знаю. Эмоций пока нету. Я пока не знаю. Я пока не знаю. Вот такая вот. Ну, в принципе, неплохая. Ну, на эти деньги, которые она стоила. Я специально начала заказывать Алиэкспресс. Определенные такие вещи. Недорогие. Для того, чтобы понимать, ну, вообще, как это работает. Стоит ли или не стоит. Потому что там есть и вещи недешевые. Вот. Насколько они какого качества, я не знаю. Ну, вот через плечо можно носить. Дома она отвисится, выпрямится. Сильно много ниток я не вижу. Вот только ниточка, которая меня сразу... Сейчас вам покажу. Вот. Ну, ее можно обрезать. Ну, и прижечь. И сумку спалить. Зафиг. Сзади тоже. Ну, качество неплохое. Но это не кожа. Потому что, понятное дело, не кожа. И это видно. Вот. Ну, так в повседневку мотаться с детворой можно. Даже не с детворой. Я, кстати, из тех людей, которые могут покупать как дорогие вещи, так и недорогие, спокойно их носить. И я вам могу сказать, что как правильно вещь надеть в плане, как ее подать, от этого зависит, как вы будете смотреться в плане, будет эта вещь смотреться дорого или нет. Если на вас будет правильный лук, например, даже с этой сумкой, кто мне что ни говорил, то внешний вид все равно будет очень даже ничего. Поэтому я за недорогие вещи тоже. Они имеют право быть. Кстати, когда я снимаю, например, видео покупки одежды, там весна или это осень, зима, неважно. И бывает такое, что я покупаю что-то недорогое. Вот последняя на осень я покупала обувь. Я купила в конфискате очень классные ботинки. Я их ношу даже зимой. Конечно, в них прохладно, но если в машину есть машина, то нормально. Они очень классные. Вообще не видно, что это не кожа. Они качественные. Я их и в дождь одевала. Ну, очень прикольные. Вот реально. И я об этом вам сказала, что где я их купила, за сколько я их купила, что это не кожа. И вот начали мне писать о том, что, а, нет, это же не кожа, это вообще там фу-фу-фу. Я из тех людей, которые я уже говорила, что я ношу как дорогие вещи, так и нет. У меня есть сапоги, которые стоят очень дорого. И ношу я их уже, наверное, ну не один год это точно. Ну, потому что, как бы, ты не будешь носить. Они, во-первых, такие нарядные, они такие красивые. Я их ношу, они не повседневные. А для повседневного, там, магазин, рынок, дети, садики, школы. Я отлично покупаю вот такую вот недорогую обувь, комбинирую ее с разными луками, и отлично это все смотрится. Мне очень-очень это импонирует во мне, что я не брезгую недорогими вещами, что я могу покупать недорогие сумки, что я могу покупать недорогую обувь и, в принципе, отлично выглядеть. Поэтому, мне кажется, этому надо еще поучиться. А тот, кто говорит, что только должна быть кожа, что обувь, что сумки, то, в принципе, может, у кого-то и должно быть. Это выбор каждого. И я считаю, что, ну, ради бога. Хотите носить только кожу? Носите. Ну, мне зачем говорить, что носить мне и фукать мне? Я считаю, что это не совсем правильно. Вы знаете, что я подумала? Я хочу кофе. Я знаю, что нельзя кофе, когда горло болит. Но мне так хочется кофе. Так, дорогой мой, можно я проеду? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Тут просто во дворе мало места для парковки. Поэтому все вот и тыкаются друг на дружку. Я задом сдам. Вот. Знаю, что нельзя пить кофе. То есть, что-то такое, что раздражает гортань. Но, вы знаете, я не пила кофе. Сейчас мне уже полегче стало. До этого я вообще была не алло. Очень хочется кофе. Не пить кофе для меня это очень-очень-очень. Опять приступ. Красные глаза. Хотя так на видео и не скажешь, вроде и нормально. Так. Я еду в Мак, потому что самый любимый кофе у меня с Мака. И опять я снимаю на фронтальную камеру, что делать нельзя, потому что теряется качество. А качество у меня в видео стало гораздо лучше благодаря новой камере. Вот. Ну, и вы это заметили. Я, кстати, очень рада, что вы мне пишете. Я вообще люблю комментарии. Только плохие не люблю. Они меня расстраивают. У меня опускаются руки. Ну, наверное, это так у каждого человека, потому что все мы люди. У всех у нас есть чувства. И когда чувства ранятся, это неприятно. Ну, мне муж сказал, говорит, Ань, ты не обращай внимания. Ну, как можно не обращать внимания на негатив? Кстати, очень прикольную вещь видела в Фейсбуке. Там говорил один такой молодой человек ориентации не совсем правильной. Но так как он говорил, там, правда, были маты, и поэтому я не хотела постить из-за этого. Но он говорил правильную вещь. Он так классно это сказал. Я, наверное, оставлю ссылочку, если я найду на него. Надо будет поискать. Я, по-моему, сохранила. Потому что он это так сказал. Я думаю, вам стоит посмотреть. И это относится не только к блогерам, это относится вообще к каждому человеку. Потому что в нашей жизни встречаются разные люди. И иногда они нас могут обижать именно своими словами. Кто-то это делает чайно, а кто-то нечайно. Вот. Поэтому давайте жить дружно. Я буду как Леопольд. Вот так вот. Всё. Я за кофе. И оставайтесь со мной.